Девочки, всем привет! Сегодня у нас в новом видео. В сегодняшнем видео мы с вами протестируем огромное количество продуктов от производителя Evelyn, от польского производителя Evelyn. И если вам такое видео интересно, если вам интересно посмотреть про очень нашумевшую тональную основу Liquid Control, если вам интересна классная, красивая палетка от Evelyn, все, в принципе, продукты, которые я сегодня использовала, и весь мой сегодняшний макияж, это макияж монобрендом, макияж одним брендом Evelyn. Если вас заинтересовал этот производитель, мой сегодняшний макияж, либо вы, в принципе, любите макияж и косметику, то оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Ну, а мы, как всегда, без долгих разговоров начинаем и поехали! Итак, девочки, давайте начинать. Вот такой большой пакет с косметикой Evelyn у меня сегодня есть. И с чего начнем? Давайте начнем с бровей, потому что я видела, что здесь есть помадка для бровей, поэтому давайте, собственно, начнем с нее. Так, девочки, следующим образом выглядит наша помадка для бровей, называется Eyebrow Pomade от производителя Evelyn, и это у меня оттенок под названием Dark Brown. В наборе идет такая шайбочка с помадкой и двухсторонний аппликатор, щеточка для расчесывания и, с другой стороны, маленькая кисточка, но для меня она все равно не настолько маленькая для того, чтобы я могла с помощью этой кисточки оформить свои брови, поэтому кисточку я буду использовать свою, а помадку, естественно, уже будем использовать от Evelyn. Как же я люблю смотреть на новые, еще не тронутые продукты. Так, оттенок очень симпатично выглядит. Походная кистюлечка из маникюрного набора, но она настолько классно скошная, настолько тоненькая, что ей удобнее всего оформлять брови, поэтому буду совсем по чуть-чуть набирать помадки. Помадка очень мягкая, кремовая. Здесь форма, и давайте пробовать наносить. Один раз я макнула во флаконтики, этого мне более чем достаточно для того, чтобы полностью одну бровь оформить. Так, девочки, смотрите, моя оформленная бровь и не оформленная, сразу у меня видно, насколько стало погуще смотреться вот эта бровь уже с нанесенным продуктом, с нанесенной помадкой. Во-первых, я отвыкла от продуктов для бровей в виде помадок, я все-таки чаще пользуюсь карандашами, но, тем не менее, никаких вопросов в плане нанесения у меня не возникло. 30 секунд, наверное, мне понадобилось это максимум для того, чтобы эту бровь оформить. Единственный вопрос, это по оттенку, потому что я отвыкла от таких темных оттенков продуктов для бровей, я все-таки привыкла, пока у меня более каштановые волосы, использовать что-то более светлое, но, тем не менее, оттенок неплохой. Если вы прям совсем брюнетка-брюнетка, мне кажется, он вам должен подойти. Сейчас я оформлю вторую бровь и вернусь к вам уже с оформленными бровями и будем продолжать дальше. Брови я оформила, мне понадобилось абсолютное минимальное количество продукта, учитывая, смотрите, сколько у меня осталось на руке и смотрите, сколько я использовала просто два раза. Макнула сюда кисточкой, очень-очень приятный продукт, я хотела после этого брови еще подчесать вот этой вот кисточкой, после того, как оформила вот эту бровь. Вне камеры, думаю, почешу-ка я вот эту бровь-то хотя бы минимальную, но я не могу уже этого сделать, потому что продукт самофиксирующийся, брови мои зафиксировались как будто лаком, а я их уже залила. То есть после нанесения помадки никаких дополнительных гелей для фиксации не нужно, это, естественно, плюс. Что касается оттенка, оттенок все-таки можно сделать посветлее, как у меня получилось на вот этой бровке, но если сразу набрать слишком много, то получится что-то совсем такое прям темное-темное. Поэтому, опять-таки, оттенок варьируется, оттенок очень неплохой, не слишком теплый, не слишком холодный, нейтрально-коричневый, очень приятный, на мой взгляд, оттенок. И следующее, что я хочу протестировать, потому что не знаю, как себя эта палетка поведет, эта палетка, не знаю, будет рассыпаться, либо не будет, поэтому лицо оформлять сейчас не хочу, хочу начать с макияжа глаз. И мы с вами протестируем очень красивую внешнюю палетку. Здесь такая не пластиковая металлическая упаковка. Очень симпатично все это у нас выглядит внутри. В палетке имеется кисть. Давайте я эту пленочку уберу, чтобы она не мешала нам с вами наблюдать всю прелесть самой палетки. Смотрите, до чего же она симпатичная. По первому впечатлению кисть, кстати, тоже очень даже неплохая. Здесь у нас варьируются и матовые, и шиммерные, и я вижу, даже есть что-то в начале, вот тут в начале вроде светлых сатиновых оттенков. Палетка называется Charmin Moco, и здесь у нас 12 оттенков, которые мы, в общем-то, сейчас и протестируем. Так, кисточка у меня вывалилась, кисточка синтетическая. Мы ее, кстати, тоже сегодня протестируем, почему бы и нет, раз мы тестируем полностью всю косметику Эвелин, почему бы не дать шанс и кисточке. Давайте я для начала сделаю вам свочи. Здесь у нас 12 оттенков. Давайте сделаем свочи, в принципе, всех 12 оттенков. Почему бы и нет, буду делать вот на этой руке. Буду делать сразу при вас. Набирать по 4 оттенка по порядку. Первый оттенок называется Flat White. Второй оттенок под названием Latte. Это очень-очень светлые оттенки. Так, следующие оттенки потемнее. Третий оттенок под названием Capuchino. Следующий оттенок под названием Moco. Здесь у нас уже идет все потемнее, и гораздо лучше эти оттенки заметны на моей коже. Так, девочки, следующие 4 оттенка по порядку. Так, и вот так. Металлические, красивые, красивенькие такие оттенки. И, естественно, чем темнее оттенки, тем они лучше переносятся и на пальцы, и тем заметнее они будут свочи. Так, так. Раз, два, три и четыре. Так, девочки, смотрите, я убавила яркость, и все оттенки должны уже быть гораздо более заметны. Очень красивая палетка. Здесь и теплые, и более нейтрально коричневые оттенки. Поэтому давайте что-нибудь попробуем сегодня с ней интересное сотворить. Первая оттенка, на которой я хочу набрать оттенок под названием Moco, вот этот коричневый. Так, не туда показываю. Вот этот коричневый оттенок немножко потемнее, такой цвет загара, и буду наносить его полностью в складку. На веках у меня нанесено совсем немножко консилера, прямо такого полупрозрачного от Trilouille, для того, чтобы мои венки скрыть и более ровный сделать тон именно на веках. Оттенок достаточно хорошо пигментирован, и, кстати, по свочам я думаю, что неплохо было заметно, что все оттенки, начиная где-то с третьего, четвертого, которые не светлые, не белые, молочные, а немножечко хотя бы потемнее, они все очень-очень неплохо себя показали. Именно в плане пигментации на свочах и на веки с синтетической вот этой кистью, они тоже очень неплохо переносятся. Следующий оттенок, следующее, что я хочу взять и с чем я хочу поэкспериментировать, это оттенок какой, давайте. Вот этот ирландский кофе, Irish coffee, возьмем и нанесем. Очень-очень хорошо, прям очень хорошо набираются они на кисть, и нанесем его чуть-чуть ниже. Далее возьму кисть немножко поменьше. Вот такую кисть карандаш совсем маленькую, немножко ее очищу, потому что вчера делала синий макияж для инстаграма, и все мои кисти прям в синих оттенках. И следующий оттенок, который я хочу попробовать, это самый темный матовый оттенок из палетки, называется Dopeo, если я правильно его произношу, вот этот предпоследний оттенок. В палетке, кстати, есть зеркало, несложно заметить, но я предпочитаю свое зеркало побольше, потому что мне прям вот так надо уткнуться, чтобы все видеть и все контролировать. Так, этот оттенок нанесу в самый-самый уголочек, такими похлопывающими движениями, и пока его там и оставлю. До чего он красив и до чего он насыщен. Очень легко переносится с кисти. Готово, немножко его также протяну чуть дальше по веку. Так, и, естественно, хочется попробовать также и металлики, потому что очень красивые есть металлические оттенки в палетке. Давайте попробуем вот этот Iced Coffee. Такой красивый брусничный оттенок. Наберем его на кисть из набора, я ее пока не буду ничем смачивать. Ничего себе набрался на сухую кисть. Так, и давайте попробовать переносить. Очень даже впечатляет, смотрите. О! И вот так он переносится сухим способом. Очень, конечно, впечатляет качество теней. Это, кстати, моя первая палетка от Evelyn, которую я когда-либо использую и на своем канале, и, в принципе, в жизни до этого я не пользовалась их тенями. И скажу вам, что меня они очень, прямо очень впечатлили. Так, возвращаюсь к самому темному матовому оттенку. И чуть больше подтушую границы. Возьмем все-таки самый светлый сатиновый оттенок из палетки, самый первый цвет, Flat White называется. И, опять-таки, на плоскую кисть, но уже другую, потому что она у нас одна в наборе, будем его переносить. Он уже более крошкий, и не настолько он металлизирован, как предыдущий. Да, он осыпается, но в нем совсем другая формула. Это не металлик, а сатиновый оттенок. И в стык мне хочется добавить еще чего-нибудь для того, чтобы и протестировать, и для того, чтобы граница была более плавная. Давайте возьмем Мачиата. Если я правильно произношу, я не эксперт в напитках. Я понимаю, что все это напитки, но я точно не эксперт в этой области. Так, вот этот вот оттенок. Такой немного более персиковый. Мне кажется, чуть-чуть до хромиста оттенок нанесем ему в стык. Готово. И, наверное, еще мне хочется совсем чуть-чуть, совсем немножко, где наша кисть, добавить оттенка, который я набирала изначально. Оттенок под названием Ice Coffee. Вот этот брусничку, вот эту вот, вот моя кисть. Я думала, что потеряла, но она лежит прямо под носом, как это часто бывает. Так, и чуть-чуть его обновлю, потому что он немножко потерялся в моих переходах, растушевках. Так, готово. Это то, что у меня получается. С этим глазом, с этим веком мы разобрались. То же самое сейчас делаю на втором. И вернусь к вам, мы с вами продолжим уже с тушью и с другими продуктами. Так, девочки, с тенями разобрались, с веками практически закончили. Вот, что у меня получилось. Обязательно, естественно, в конце покажу вам весь макияж. Уже готово. Извиняюсь, весь макияж поближе. Очень красивая палетка, начиная от оформления. Я думаю, что оформление сразу же бросается в глаза. Очень приятный здесь не пластик, а металл, металлический корпус. Поэтому более чем довольна как упаковкой, так и ее содержимым. Я думаю, что вы сами все видите. Без специальной базы для макияжа все выглядит более чем достойно. И сейчас единственное, что мне хочется добавить и также протестировать, это подводку для глаз. Она у нас называется Precise Brush Liner 24 часа. Подводка для глаз ультрастойкая. Давайте с вами сделаем вместе swatch. Очень даже. Ничего. И посмотрим. Здесь у нас тоненькая кисточка. И давайте, я даже не знаю, хочу ли я сделать стрелочку. Возможно, просто проработаю ресничный контур. И далее мы с вами уже будем оформлять реснички. Так, девочки, готово. Наверное, на этом моменте я остановлюсь. Не буду рисовать стрелочку. Оставлю все как есть. Просто проработаю ресничный контур. И на втором веке. И вернусь к вам. То, что касается подводки, она очень черная. Очень удобно ей работать. Прямо, опять-таки, 20 секунд и все готово. Так, девочки, теперь с макияжем глаз с веками полностью разобрались. Больше ничего делать не буду. В принципе, меня устраивает все так, как есть. Единственное, что нам осталось оформить, это реснички. Реснички, естественно, будем оформлять тушью. И далее. Скорее всего, я все-таки прикреплю накладные. Потому что вы знаете, что такие мои макияжи, они чуть более выразительные, чуть более вечерние. Поэтому всегда в 100% случаев вы видите меня по итогу с накладными ресницами. Но, естественно, я покажу вам, как выглядит и как сработает тушь. Тушь у нас в очень яркой такой кислотно-желтой упаковке. Называется Big Volume Real Shock Mascara. По объему она с 10 мл. Что касается кисточки, смотрите. И силиконовая тоненькая кисточка. Много на ней ворсиночек силиконовых. И она прям такая маленькая, удлиненная. Обычно силиконовые кисти я люблю. Обычно маленькие кисти я также люблю. Такие податливые щеточки, которые очень неплохо гнутся, мне подходят. Поэтому будем надеяться, что и этот, на этот раз все будет так, как надо. Один слой. Следующим образом выглядит тушь. Появилось немножко объема, появилось удлинение. Могу сказать, что прямо я в каком-то шоковом состоянии нахожусь, но тушь рабочая. Сразу же попробую нанести ее в два слоя. И что бывает очень редко, я не наставила себе пятен. Прям вообще ни одного пятнышка. Я собой горжусь. И смотрите, с ресничками и без ресничек. С ресничками и без ресничек. Что касается туши. Тушь мне однозначно понравилась. Особенно в два слоя. После первого не думала, что что-то прям с ней такое драматическое получится. Но вы сами видите, насколько она удлиняет. И насколько она действительно придает объем. Плюс очень удобная кисточка. Вы смотрите очень часто обзоры моих других тушей. Часто белорусских тушей. Видите, что не могу я обойтись без того, чтобы не наставить себе пятен. Особенно с новой тушью. Когда кисточка непривычная, когда тушь не разношенная. Обычно у меня это все просто по всему лицу. Какие-то кляксы. Но здесь же нет. Здесь пока тфу-тфу-тфу. Все получается более-менее ровно. Готово. Мои ресницы полностью оформлены. И на этом мой макияж глаз без накладных ресничек готов. Покажу вам, естественно, как это все выглядит поближе. Мне очень нравятся тени. Мне нравится тушь. Мне нравится подводка. Что касается макияжа глаз. Прямо все меня впечатлило. И я более чем довольна получившимся результатом. Сейчас, как я и сказала, я прикреплю накладные реснички. Для того, чтобы чувствовать себя увереннее и привычнее. Потому что, ну, обожаю я накладные ресницы. Ничего не могу с ним поделать. Они будут прямо ангельские, натуральные. И, возможно, кто-то даже не заметил бы разницы, если бы я просто не сказала, что их прикреплю. Но, тем не менее, я их прикреплю. И мы с вами перейдем к макияжу лица. Так, ребята, теперь мы официально разобрались с глазами. И давайте приступать к макияжу лица. Потому что у нас есть еще много интересных продуктов именно для макияжа лица. И начнем мы с базы, которая называется Full HD. База под макияж. Выравнивающая, матирующая. Уменьшает видимость пор. Разглаживает рельеф кожи. И продлевает стойкость макияжа. Следующим образом выглядит упаковка. Очень симпатичная упаковка. И давайте пробовать, давайте наносить. Она у нас имеет розовый однозначный оттенок. Такой розовый, персиковый. Я слишком много выдавила. И здесь есть ярко выраженная одушка. Она какая-то фруктовая, свежая. Кстати, многие продукты от Evelyn, которые у меня были именно для лица до этого, имели точно такой же аромат, точно такую же одушку. Давайте наносить. Первый раз я вообще, в принципе, пользуюсь чем-то матирующим, помимо тональной основы для лица. Потому что у меня нормальная, склонная к сухости кожи. И никогда я не покупала матирующих праймеров либо баз для лица. Но, как говорится, почему бы и не попробовать. Написано, что просто нужно наносить небольшое количество и оставлять. В принципе, мы это и сделали. Пока я вам буду показывать следующий продукт, я думаю, что база как раз-таки усядется. Остатки я здесь распределю, потому что, повторюсь, слишком много выдавила. И в качестве тональной основы у нас будет, наверное, бестселлер уже. Хотя продукт, в принципе, не самый старый. Я ее еще не пробовала. Но везде, наверное, везде я про нее слышала хорошие отзывы. И с чем и с кем только ее не сравнивали, очень интересно будет протестировать ее на себе. Тональная основа у нас в матовом стеклянном флаконе. Очень красиво, стильно все это выглядит. Имеет название Liquid HD. И у меня это пятый оттенок. Это матирующая тональная основа. По объему здесь 32 мл. И это инновационная жидкая тональная основа. Благодаря нежирной, исключительно легкой консистенции обеспечивает максимальную стойкость, идеально выравнивает тон, эффективно скрывает недостатки, длительно, матирует до 24 часов без эффекта маски, придает естественное сияние и разглаживает рельеф. Очень интересное обещание. С одной стороны она матирующая, с другой стороны она должна придавать сияние. Здесь на 2 мл. Больше, чем в обычных тональных основах. Давайте назад закрутим и встряхнем. Все-таки перед первым и последующими применением. Все-таки жидкие тональные основы стоит встряхивать. И с помощью вот этого дозатора давайте и наносить тон. Что касается оттенка, уже будет слишком светлым, потому что обычный оттенок ivory это не мой оттенок. Но что имеем, то имеем. У нас дальше будет бронзер, которым мы все сможем скорректировать. Сколько же тебя нужно наносить? Где-то 5-6 нажатий вот этой помпы. И давайте распределять. Вы видите, что она такая жидкая. Интересный аромат. Что-то немножко цветочное, что ли. Смотрите, насколько она светлее, чем я. Но повторюсь, мы с вами все это сравняем дальше. Немножечко побуду привидением. Давайте я немножко тоже уберу яркость, для того, чтобы все было видно чуть-чуть получше. Тональная основа очень красиво ложится, потому что у меня не самая идеальная кожа, но она не смотрится такой сверх наложенной действительно маской. Очень аккуратно она легла. Она еще, естественно, будет оседать. Немножко она липкая. Совсем чуть-чуть, но возможно эта липкость пройдет. Так, давайте сделаем все-таки поярче, потому что не могу я совладать с этим цветом. Он то слишком темный, то слишком яркий. Кто, кстати, маскирующий, кроющий способности, она здесь однозначно на четверку с плюсом, потому что полностью покраснения, которые у меня были на щеках, на носу, она убрала. Веснушки практически на 100% сравняла. Самые только крупные на носу веснушки у меня остались заметны. В мои складочки, в морщилечке, пока она не забилась, как мне кажется, все-таки немножко ей нужно времени для того, чтобы она чуть больше осела. Но, по первому впечатлению, очень даже неплохой достойный продукт. И давайте приступать к тому, чтобы возвращать мне привычный оттенок кожи. Для этого у нас вступит в игру контурирующая палетка для макияжа лица 3 в 1, брондирующая пудра румяная и рассветляющая пудра, которую мы с вами, наверное, будем использовать в качестве хайлайтера сегодня. Здесь, интересно, есть какой-то оттенок, либо это один универсальный тон? Да, есть оттенок. Это у нас тон номер 2 под названием Pitch Beige. Следующим образом эта красота выглядит. Давайте я вам открою, она очень большая. Видите, что она практически такая же, как мое лицо. Давайте попробуем сделать сводч. Вот здесь на руке я их и сделаю. Бронзер, румяна и рассеивающая пудра. Бронзер в очень красивом оттенке. Румяный персиковый, розовый и очень светлая. Это рассеивающая пудра. Она смотрится гораздо темнее, гораздо более розовой в упаковке. Смотрите. Прямо гораздо более розовая. И совсем светлее она смотрится в сводче. Что не может меня не радовать, потому что вы видите, что тон очень светлый. И будет такой полоской смотреться рассеивающая пудра, если будет слишком темной. Так, давайте приступать. Моя любимая кисть для как раз таки нанесения бронзера. Здесь очень большие рефилы. Очень большая сама палетка. Поэтому смотрите, как удобно набирать эти продукты. И не путаться. Не залазить ни в румяна, ни в что-то другое. Потому что если такие палетки для лица выпускать в маленьком объеме, в маленьком формате, то постоянно будет кисть задевать соседние рефилы. И будет и бронзер, и румяна, и хайлайтер, и все вместе. Так. Немножко. О, банана. Ничего себе пигментация. Очень хорошо ее нужно стряхивать. Потому что я себе уже посадила красавца пятнистого. Ничего, мы его распределим. Растушуем. Тепленький оттенок у бронзера. И в принципе, то, что его можно растушевать, то, что его можно распределить, даже если изначально немножко переборщить, то поддается он тушевке на неприпудренном лице. Готовы? С бронзером разобрались. Очень красиво смотрится он на лице. И очень-очень легко, очень приятно тушуется. Классный продукт, очень достойный продукт. Следующее. Это румяна. Будем с вами наносить на щечки румяна, которые, кстати, по оттенку должны подойти к сегодняшнему такому тепленькому макияжу. После бронзера уже боюсь переборщить. Очень симпатичный румян. Румяна уже гораздо более матовые, чем бронзер. Они прям такие матовые-матовые. Так, и нам осталось посмотреть на пудру, которая называлась как-то подсвечивающая или как-то называлась, рассветляющая пудра, которую мы будем использовать в качестве хайлайтера. Совсем чуть-чуть я ее пудрой, его хайлайтера нанесу. Эффект такого совсем деликатного. Звечение сияния с однозначно розовым подтоном можно получить. Третий блик рисуется. И при этом не остается некрасивая полоска. Очень нежная, очень все это по-деликатному смотрится. Я, на мой взгляд, уже оживилась, уже совсем по-другому смотрится мое лицо. Оно не такое плоское, оно очень даже неплохо забронзировано. И последнее, что мы с вами протестируем, это продукты для губ. У меня есть два варианта. Первый продукт это блеск для губ. Следующим образом у нас выглядит упаковочка. Этот блеск под названием, кстати, Gloss Magic у нас в оттенке номер 15. Он такой достаточно неплохо оттеночный блеск, потому что оттенок очень улавливается. Немножко прохладный в нем оттенок. И следующее, что у нас есть, это уже матовая помада. И, как мне кажется, там должен быть и карандаш. Все это дело имеет название Oh My Lips. И да, здесь у нас матовая помада и специальный карандаш для того, чтобы губки подводить. Очень прикольная, красивая упаковка. Карандаш с точилочкой, это прямо супер. Прямо супер новость. Кстати, вы, наверное, видели, что недавно я вам показывала карандаш. Мне кажется, из этой же линейки под номером 17. Назывался он Warm Nude от Evelyn. Очень красивый карандаш. Купила его на бум. Но он мне прям запал в душу. Очень понравился. Так, пленка не хочет сниматься до конца, но это, я думаю, не слишком важный момент. Смотрите, где у нас здесь есть свободное место. Это у нас 12 оттенок. Мне кажется, больше уходит этот оттенок у что-то даже малиновое, нежели розовое. И что касается помады, она по логике событий должна идти тон в тон. Сделаем сводч. Ой, какой приятный ягодный аромат. Прямо ягодки, ягодки вкусные. Да, помада у нас очень похожа по оттенку с карандашом. Совсем не удивительно, ведь они идут в комплекте. Это я стараюсь быть, знаете, такой не совсем глупой. Мне кажется, что они чуть более розовые, чем бы мне этого хотелось для сегодняшнего макияжа. Хотя, кто его знает. Давайте попробуем. Если они понравятся, то я сверху просто нанесу блеск. Он более нейтральный, имеет в себе потон. И все это, возможно, скорректирую. Так, давайте начинаем с карандаша. Следующим образом он смотрится на губах. Как я вам сказала, может сойти за самостоятельный продукт. Но мы с вами, естественно, протестируем и матовую помаду. Очень плотная матовая помада, при том, что она совсем кремовая. Единственный момент, аппликатор такой совсем мягкий, мягкий, такой мягкий, мягкий, податливый. Хотелось бы, чтобы он был чуть более твердый. Во всем остальном никаких вопросов нет. Не совсем, мне кажется, этот оттенок подходит под сегодняшний макияж. Возможно, стоит все-таки добавить блеска сверху. Заодно мы посмотрим на его оттенок. Не в качестве самостоятельного продукта, но тем не менее. Готово. Блеск нанесли с блеском. Если честно, мне все нравится гораздо больше. Мне кажется, он более нейтральным сделал цвет губ. И хотя я, в принципе, больше все-таки помадовым помадам, но в данном случае, в данном контексте блеск мне нравится по оттенку чуть больше. Именно к сегодняшнему нашему макияжу. Так, девочки, сейчас я надену какие-нибудь сережки, заряжу камеру, потому что у меня садится батарейка. И вернусь к вам, мы с вами обсудим, что мне понравилось меньше, что понравилось больше. Я к вам вернулась, собрала свои волосы, нашла очень красивые жемчужные сережки. И давайте мы с вами делаем вывод. И давайте начнем по порядку с того, с чего мы сегодня начинали. Первый продукт, который мы тестировали, это помадка для бровей от Everline. Она у нас водостойкая. Я до сих пор не смогла ее до конца оттереть, хотя я оттирала ее прям своими мицеллярными средствами и чем-то еще по удалению макияжа, что у меня стоит на туалетном столике. Но пока заряжалась батарея, я не смогла это сделать. Поэтому продукт, помимо того, что очень классно смотрится на бровях, очень подходящий оттенок, очень легкий в своем нанесении, он еще и водостойкий. Следующее, что мы с вами тестировали, это палетка. Очень красивая палетка, начиная от упаковки. И, естественно, заканчивая ее содержимым, годная кисточка, которую можно использовать, она двухсторонняя. С одной стороны у кисточки была часть для растушевки, я уже не найду ее, не знаю, куда положила. С другой стороны плоская кисть для нанесения металлических оттенков, годная кисть, очень классная палетка. И качество металликов, и качество обычных матовых оттенков здесь, конечно же, на уровне. Дальше, девочки, следующее. Жидкая подводка, жидкая подводка фломастера. Опять-таки черная, угольно-черная, очень пигментированная. Она идет с таким встряхивающимся компонентом. Здесь шарик внутри, который всегда будет ее освежать и прослужит она очень и очень долго. Опять-таки никаких проблем я с ней не испытывала, она не затекала. И в то же время она была достаточно черной, достаточно пигментированной, чтобы в один слой я ее использовала. Никаких проблем с нанесением у меня не было. Тушь для ресниц, направленная в первую очередь на объем под названием Big Volume Real Shock Mascara. Классная кислотная упаковка. За упаковку, как говорится, отдельное уважение. Что касается самой туши, в два слоя она дает эффект действительно драматических разделенных длинных ресниц. В один слой что-то более натуральное, что-то более повседневное. Поэтому, в принципе, в зависимости от ваших целей можно получить и тот, и другой результат. Следующее, что мы с вами делали, это оформляли, насколько я помню, да, оформляли лицо. Начинали с базы. База для лица это не тот продукт, который, если честно, я слишком люблю обсуждать. Потому что чаще я не вижу никакой разницы. Если честно, я не почувствовала прям какого-то скольжения, легкого нанесения, либо чего-то еще от этой базы. Плюс база матирующая. У меня кожа нормальная, склонная к сухости, то есть, в принципе, не склонна к тому, чтобы выделять слишком много кожного жира в течение дня. Таких проблем у меня нет. Со стойкостью тональных основ у меня, в принципе, тоже проблем нет. Поэтому приятный продукт, приятным нанесением продукт. Ничего большего сказать извините не могу. Следующий продукт очень знаменитый. Тон от Evelyn Liquid Control. И, как я вам сказала, здесь пятый оттенок, самый светлый, мне кажется, оттенок в линейке. Он действительно очень-очень светлый. Подойдет для совсем белокожих, светлокожих девушек. Здесь совсем нет желтого потона. Он прям такой березый, немножечко розоватый. Поэтому, если вы светленькая девушка, то уже можете к нему присмотреться. Что касается типов кожи, мне кажется, он подойдет всем трем типам кожи. Начиная от нормальной кожи, склонной к сухости и заканчивая жирной кожей. Потому что он комбинирует в себе и матовость. Я думаю, что даже на моем лице заметно. Он как будто бы комбинирует и матовость. И при этом там, где нужно, он добавляет увлажнение. Потому что ни одну шелушинку, ни одну какую-то морщинку он слишком сильно не подчеркнул. Палитры для макияжа лица. Три в одном. У меня это второй оттенок. Очень все красиво. Очень все миловидно. Мне нравятся теплые бронзеры. Теплые бронзеры мои любимые бронзеры. Атласный финиш. Легкая тушевка. Никаких проблем с нанесением. Никаких проблем с распределением. Единственный момент, как я вам сказала, с бронзером можно переборщить. Но опять-таки все это растушевывается, втушевывается. И девочки, последнее, про что мы с вами сегодня говорили. Это продукты для губ. Начинали с матовой помады и карандаша, которые у нас были в красивой такой упаковке. Мой сегодняшний макияж, если честно, я бы использовала свой другой карандаш, как Эвелин. И мне кажется, он подошел бы сюда по оттенку чуть лучше. Мне кажется, что по-другому заиграл бы макияж. Но я вам уже этот карандаш показывала на губах. Вставлю где-нибудь подскажечку. Можете посмотреть, как он смотрелся. Мое первое очень приятное, благоприятное о нем впечатление. В принципе, если вы мне спросите, какой карандаш для губ я бы посоветовала, который послужит и карандашом, и полноценной помадой, то однозначно это только Эвелин. Это самые лучшие карандаши, контурирующие для губ. Потому что, повторюсь, это и карандаш, и матовая помада, и стойкость, и нанесение, и не пересушивают губы. Плюс у них всегда есть точилки. О боже, это для некоторых производителей, наверное, будет шоком, что для таких продуктов все-таки стоит не просто колпачок делать, а все-таки стоит делать точилку. Поэтому, да. Одни плюсы, что касается карандаша для губ. Что касается жидкой матовой помады, до конца сегодня я ее все-таки не протестировала, потому что сверху мы наносили блеск. Но, по первому впечатлению, пигмент здесь просто 10 из 10. Что касается консистенции, она очень кремовая, очень плотная, в один слой полностью губы мои перекрывала, перекрывала натуральный цвет губ. Но, что касается стойкости, опять-таки я вам расскажу, когда протестирую ее уже самостоятельно. И блеск. Блеск мне понравился. Я очень долго заряжала камеру, я очень долго ходила с кем-то, разговаривала по квартире, и прекрасно я себя чувствую с этим блеском. Он не липкий, очень-очень достойный. Он себя, по крайней мере, сейчас в течение двух часов, которые я снимаю это видео, он себя повел. И на этом я буду заканчивать свое видео. Если остались какие-то вопросы, то все ваши вопросы, естественно, вы можете задавать в секции для комментариев. Мы с вами там пообщаемся. На этом я буду с вами прощаться. На этом буду заканчивать свое видео. По традиции, в конце желаю вам отличного дня, чудесного настроения. Очень скоро мы с вами увидимся в новом видео. Буду снимать скоро видео про лучшую косметику за осень, за прошедшую осень. Поэтому подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной. И всем пока-пока, до новых встреч!